В 2007 году Видновскому перинатальному центру присвоили международный статус больницы, доброжелательная к ребенку. Что неудивительно, здесь все новорожденные дети получают грудное молоко еще в первые минуты своей жизни. Даже если ребенок килограммовый, 500 граммовый, он уже с родзала, с операционной, получает за щечку капельки молозил мамы, для того, чтобы запустить все процессы, которые у него должны включиться после рождения. Грудное молоко – это живая ткань, это генетически детерминированное вещество, которое кодирует ребенка, дает ему стволовые клетки для его дальнейшего развития, как кишечника, мозга, сердца и всех остальных органов. Мамам здесь помогают наладить питание младенцев не только медики Видновского перинатального центра, но и волонтеры и консультанты по грудному вскармливанию. На каждом этаже, на акушерском посту, лежит тетрадка для заявок, где женщины могут оставлять заявки, если они нуждаются в помощи по грудному вскармливанию. И наша служба в штате 11 волонтеров, и мы стараемся как можно чаще посещать роддом. Оказывается, существует более 15 способов кормления ребенка грудью, и все желательно использовать, чередуя между собой. Также консультанты рассказывают, что делать при возникновении проблем и для предотвращения лактостаза. Пальчики складываете вот таким образом и располагаете их по границе с орёвой. Делаете небольшое вдавливающее движение и задерживаете свои пальцы на несколько секунд. У виновчанки Юлии Кукушкиной три дня назад родился долгожданный первенец. Мальчика назвали Матвей. Наладить грудное вскармливание удалось быстро. Я мечтала именно кормить грудью принципиально, сделать для этого всё. Потому что это очень важно для ребенка в первую очередь, для его иммунитета, для его здоровья. Для моего здоровья, опять же, немаловажно. А вот, и как бы я довольна. Мне сказали, что прикладывать нужно часто, особенно первое время, а потом уже он сам будет просить. На случай, если кормление по медицинским показаниям приходится на время прервать, в Винновском перинатальном центре создан банк грудного молока. Чтобы потом пролонгировать грудное вскармливание, сохранить лактацию, мамы сцеживаются в условиях банка грудного молока. И всё молоко, которое они сцеживают, оно замораживается. И потом это молоко можно использовать для кормления ребенка уже в последующем. Грудное вскармливание необходимо не только ребенку, но и самим мамам. Оно способствует возникновению тесной эмоциональной связи с ребенком, положительно сказывается на здоровье. Длительное грудное вскармливание, оно профилактирует заболевания молочной железы, такие как мастопатия, новообразование, и профилактирует заболевания половых органов. С 1 по 7 августа в более чем 180 странах мира пройдет неделя грудного вскармливания. В эти дни в роддомах и лечебных учреждениях организуют многочисленные мастер-классы и лекции для мам и пап, посвященные популяризации и кормлению грудью. Присоединился к ней и в Видновский перинатальный центр. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.